привет всем мои хорошие ну что расскажу новости мои новости у меня не самые лучшие но сегодня я прям хорошо так вот даже вчера я не могла вам ничего рассказывать потому что я вчера вообще лежала спала лежала никакая была так лучше наверное без очков вот я наушники потому что если медсестры зайдут сделаю вид что я с кем по телефону разговариваю так неудобно что чтоб неправильно не поняли вот ну что я попала в скорую попала в скорую просто ночью позавчера с больными ужасными болями в животе просто мне уже неделю эти боли были но я такая девка терпеливая все ждала пройдет таблетками все печка пройдет пройдет она не проходила не проходила все больше и больше всего но и результат ночью получается с виды что у нас воскресенье вчера было суббота спеться на субботу мне прям плохо было пол ночи ходила вокруг дома потому что лечь не могла сесть не могла боли были ужасные на кубка и отдавала очень сильно спину а это этого я ходила к четверо доктору говорю мне почки болят дайте между проверьте не к моему гастрологу обычно к семейному доктору она мне готова спина болит потому что вы лежите ничего не делаете это не почки но это знаю как у меня болит спина я знаю как у меня болят почки не стала спорить с доктором я писала мне таблетки успокаивающие от боли их пью и пью и циатолку никакого потому что ночью спятиться на субботу я в четыре утра уже просто вообще никакая оплата буду звонить позвонила в скорую объясняя ситуацию они мне тоже сказали либо вам называют пожарных как скоро получится по нашему а за пожарные приезжают вывозят людей в больнице либо если есть возможность то кто-то придет привезет вас граната на никаких пожарных я меня может привезет более много раз взрослых я уехала бы его об этом не предупредить мы не упростила это вот так что я поехали в скорую скоро мне приняли очень быстро на потому что я понимаю почему очень быстро потому что мне сделали анализ крови нужно было сделать чаш да не уложили отдельную комнату вот до сих пор еще эти висят сказали не убирать для сердца действующего дальше показывать не буду слушать меня все это и и сказали не убирать потому что мало ли что если опираться то по крайней мере уже все есть может потом убивать не знаю я же это и душ принимала лучше не знаю сказали пока дышать все оставь вот и что я сказать капельцы мне вставили какие-то там все и через час мне пришли сказать очень плохие результаты крови просто отвратительные шеи но не детальные вот видите я прогресс делала пришла проверила все время в порядке каждый блин полчаса час приходит мы проверили то что у меня вчера кризис был очень сильный я никого не позвала думала сама переживала а когда пришла медсестра а я на 4 ленках просто ползаю более адской так отругала и теперь постоянно меня проверяют у вас много я говорю одна у них столько много надеба на чудо вас мучить я думала вы пережили вот к чему так что у меня все так же капельцы сейчас покажу все и да у меня капельцы поставили сказали плохие анализы крови так что у меня правильно скамер я не знаю правильно по-русски в той машине такая водят йод в тело или в кофе не знаю вот это водят йод и прямо тело горит внутри все и делают фотографию так вот такие вот образ образ как называется этот аппарат внутренние органы просмотрены и когда просмотрели внутренние органы дождались результата не пришли сказали что у вас панкреатит панкреатит я сразу говорю я же не бухаю не пью вообще алкоголь тут все равналисты вообще ни капельки не брала алкоголь в рот вот я не знаю почему не алкоголь начало просто просто немножечко пива лимонад и этот сироп такой фруктовый раньше я такое купила там вкус небольшой пиво все таки присутствовал это приготовление даже не могла пить настолько вот не знаю алкоголя но может быть у вас эти камушки забиты конечно большей части это идет от алкоголя но может быть у вас эти камушки забиты может быть реакции на лекарства вот все может быть то что вот будет проверять меня но так как это выходные доктору христистина на каникулах на выходных так как я наблюдаюсь в частной клинике поехала меня привезли приняли в госпитале в скорой то мне сказали мы вас перевозим в вашу частную клинику где вас наблюдают уже полтора года вас не знают и все так что у меня тут же на специальном такси для больных у нас есть скорая у нас есть такси специальная всякая что такое буду здесь вот так что мы вас отправляем в вашу частную клинику где вы наблюдаетесь что привезли меня в частную клинику спросили какую комнату я хочу я говорю конечно в одиночной комнате мне двойная комната не устроит в каком смысле тем более как она лежит ну как лежать уже долго вообще в больнице здесь не кладут во франции вот здесь утром положили в обед выписали уже вот так вот единственное что у меня с рамком было не твари три дня пробежали я должны были больше попросилась выйти раньше вот а когда у меня проблема была с ночевым у меня утром было первое вечером в обед мне уже выписали вот там я на карачках выползала из спа это из комнаты никто ничего не сказал идите дальше вот таким вот образом вот а здесь настолько это серьезно что меня не не отпустили не отпустили домой меня привезли в другую клинику так что я жду сдала все эти анализы крови опять анализы всякие анализы и вот что это ждет теперь доктор что решит вам могут пробирать не дают мне кушать ничего меня кормят моими капельницами вот кушать ничего не дают это чай не разрешили утром попить и все и в принципе что хотят рассказать что хотят рассказать я не вспомнил и скажу и да кушать не дают и сказали пока вас держать потом голодный может быть операция может быть дополнительная проверка еще там колоскопия что еще нужно чтобы у вас все было пустое чистенькое то что кормят меня капельницами я так-то не чистую голову но есть хочу что-то привыкла я привыкли мы кушать зубы что-то жуют постоянно мне так хочется что-то а еще детки пришли а мы кушали пиццу папа вчера приготовил я пиццу хочу потом а на обед папа у нас приготовил фасоль зеленую котлетки я такая блин как мне это прям запах поднялся умнулся я говорю так хочу умирай вот и в фейнбуке смотрела попал на рецепт какой-то блин приеду приготовил сразу этот рецепт так что-то захотелось так захотелось ну у меня вот будет операция не будет не знаю может быть как они со мной все выглядят может только начальная стадия может все пройдет у меня но сказали что у меня будет теперь это диета специальная то что нельзя много чего кушать ну ничего похудею я и так похудела уже на 7 килограмм наверное за эти два дня еще лучше то что вообще ничего не ела посмотрим и и и и и и и я и и и и и и что моя комнатка такая обычно ничего супер попер обычная комнатка не кровать пришли утром поменяли вчера была она чистенькая только гостиницами каждый день меняют поменяли постельная здесь видите привезли кактус сорну умнички здесь специально чтобы вызывать на всякий случай вот кровать мне можно поднимать и пускать как удобно хочешь посидеть посиди хочешь полежать полежи очень удобно конечно и выше ниже поднимать здесь стульчики на гостей мой столик передвижной убирать чтобы могу ходить с ней с капельницы без проблем так при его ручку потому что крово скинать больно у меня катетер очень вроде бы не больно но неприятно здесь вход у меня здесь немножко между меня в этой тузе в госпитале привезти нужно ему дать конечно как и везде на нам любим госпиталя есть так хорошо у меня есть друг комнаты с другой стороны выходят и там люди мимо ходят а у меня так хорошо никто не ходит здесь только проковка для работников неудобно здесь могу открыть и целый меня открыто окошко проветривается нас не прохладненько здесь мне душ с туалетом удобно конечно мы все здесь не нравится что если упал позвала это помощь какую вот хотелось вам показать идеале мы первую как пикницу в среду в среду мы ждали опинцем буревой покажу снимаю перекрутилась 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 и обезболивающие и кровящие перекрутилась и перекрутилась и 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 подня и и там все в а и и такое то и и вот но я доспалась мне таблетки дали ночью чтобы я спала а ночью я проснулась от боли опять позвала мне опять новые обезболище поставили и утром не знаю сколько мне хуже поставили мне опять ставили, у меня боли опять начинаются так что буду опять звать чтобы мне ставили вчера я намучилась я дурная, я такая дурная мне все время неудобно как-то перед людьми и вчера я просто вешалась от боли думаю да пройдет, да пройдет, да сейчас пройдет он все равно уже капает, как бы не ставь все пройдет сейчас успокоится когда придет медицинская, тогда и пожалуюсь так вот я уже просто, я же говорю, на четверенках я уже в туалет пошла, села отрывать не захотелось, на четверенках была в туалете, рвала от боли и на этот момент зашла она мне так рубала что вы так нельзя, не мешаетесь вызывайте меня здесь для этого вот так вот да что я такие вот дела и да спалась немножко с ней целый день рыхло потому что ночь предыдущая вообще не спала получается даже в этой скорой с капельцами я не могла спать вот вот и и на этого вообще не спала а вот ночью поспала более-менее и еще днем днем поспала, тоже неплохо так и вот боли меня отошла то есть пришли мои дети Арман меня покупал помог мне помыться мне медсестры говорят ну вас помоем я говорю, не-не-не-не, не надо меня мыть, у меня ты так муж придет помоет неудобно, что меня мают чужие люди какую-то больную косую крылую вот, так что Арман приехал после этих дней меня покупал нос чистенький, кучеряненький настроение стало получше когда не воняешь как не знаю кто поросенок вот ну и пробыли они очень много со мной мы пошли погуляли свежим воздухом подышали на улицу вот так что так ну что давай новости от меня рассказала хотела бы просто показать предыдущую среду как я это делала капельницу какая больница она видите как сняла и ну так показала короткие было видео и показать даже не буду потому что показала как есть здесь в самой больнице вот так такие мы дела все мои хорошие целую и отнимаю держать вас в курсе что чего и как у меня очень надеюсь что они будут меня оперировать потому что будет третья операция так будет очень много для моего тела потому что первая операция у меня была ночевой с 1 июля потом у меня был рак у меня убирали рак 8 декабря в такие короткий период вот и теперь если не дай бог у меня операция опять получится год за год три операции будет очень много конечно у меня тело уже прям в шрамах во всех у меня и живот в шрамах у меня никогда не было ни операции ничего ничего не болело в больнице не лежала он как на полной области лежал когда еще ребенок была так ничего все а это вообще конечно за год но мы смеемся моим 45 все меня переделали весь мой органин вылечен и 45 буду ягод катать у меня было 8 июля 43 то что у меня до 45 все доделают и буду вообще шикарная шикарно в красивой форме буду спортом заниматься с детьми теперь хорошо что они уже большие так прикольно когда они большие вот буду похудевшая буду вся излеченная всеми операциями со всем буду как новенькая машина знаете отремонтировали и снова пошла так и меня отремонтировать и попьем но честно говоря буду теперь себя любить жалеть экономить не так как раньше буду более так сказать другая другие взгляды у меня появились на жизнь с этими болезнями совсем по другому я стала смотреть вот все все не переделаешь кто никогда в любом случае всегда что-то делать есть возможность сделать заплатить человеку человеку захватим вот чем-то сэкономим но сами не будем пахать я одну сказать хватит и так напахался он уже выполнял работу хоть и не физическая но он уже программист у меня теперь он устает но не так он хочет теперь он встаёт морально а физически ему приходит что-то хочет делать я делаю передвижку так же и я была у меня морально уставала потому что я спрашиваю у них не с кем разговаривать и у меня хочет не с кем разговаривать он хочет просто физически уйти и что-то делать во дворе так же у меня было когда я работаю сейчас я на больничном два месяца практически вот и он теперь понимает что это такое вот так что я так много всего делаешь так что дом уже все доделать делать уже не о чем там поставить покрасить они уже портятся гранавим человека за платьем пускай человек нам красит их не хочу уже ничего делать не хочу себя убивать я хочу просто пользоваться моментом жить для вас стране для моих родителей тоже для себя и наслаждаться наслаждаться каждой минутой каждый момент потому что завтра не знаю что мне будет так то что я вычитаю что панкреатит может быть даже летальный исход вот так вот и вот это думаешь и осуждаешь панрак вылечила ректаколит на всю жизнь останется к сожалению нужно будет его постоянно его подлечивать несколько будут кованы постоянно ставь к диабетику так вот чтобы не было антикризиса и теперь тут панкреатит конечно тоже диета все стыдно вот так что жизнь меняется в это мне кажется бог послал чтобы не вернет аниверситет все это меня мир послал чтобы я наконец-то спокойно перестала бегать начал думать о себе и о своих родных о своих родных то я всегда думала о себе никогда не думала но еще раз себя рыбок и спередует что я теперь буду делать что так все целую обнимаем всем пока пока до скорого буду рассказывать